Всем здравствуйте! В эфире первые городские новости. В ближайшие минуты подведем итоги четверга 30 мая. Как обычно, рассказываем о важных новостях за сегодняшний день. Обязательно пройдемся по самому актуальному из социальных сетей. Если совсем коротко, то в нашем выпуске будет про скидки на проезд в общественном транспорте. Власти предложили кировчанам несколько вариантов. Про ремонт и газоны, которые смыло после дождя. О том, что в день города перекроют заборами, а с воздуха будут следить квадрокоптеры. И покажем, как выглядят теперь праздничные городские автобусы и троллейбусы. В Кировской области вводятся скидки на проезд в общественном транспорте. Как сообщили сегодня в правительстве области, ездить по сниженной стоимости можно будет по транспортной карте и по безналичному расчету. Пассажиры могут приобрести электронный проездной на месяц без ограничения количества поездок. Он будет действовать и в автобусах, и в троллейбусах. Для школьников с 1 по 11 классы такой проездной в месяц обойдется в 1600 рублей, для других пассажиров – 2500. Вопрос других вариантов экономии в проезде сейчас еще обсуждаются. Напомним, что с 1 июня проезд в транспорте будет стоить 40 рублей. К активистам Народного фронта обратились жители, у которых родные похоронены на Федяковском кладбище. Чтобы до него добраться, люди тратят по 7 часов. Прямого автобуса на кладбище нет, пенсионеры ездят с несколькими пересадками, но только в садовый сезон. Вера Герасимова два года назад похоронила мужа. Она живет в юго-западном районе города и, чтобы навестить могилу, тратит целый день. Если бы ехать от автовокзала по советскому тракту, то транспорту пришлось бы ехать всего лишь полчаса. И с октября месяца у нас опять ни у кого не будет возможности попасть на Федяковское кладбище. У меня супруга и день рождения, и годовщина приходится, к сожалению, на зимний период времени. Все остальные месяцы мне приходится ездить на такси, что, конечно, для пенсионера и для пожилого человека очень накладно и трудно. Жалоб на отсутствие прямого автобуса до кладбища много, далеко не у всех есть личные автомобили. Кировчане предлагают сделать рейсы хотя бы два-три раза в неделю. Тем более, что Федяковское кладбище осталось единственным из действующих в Кирове. Проблема доступности к нему касается очень многих. Кажется, очень быстрый ремонт тротуаров в этом году аукнется кировчанам еще не раз. После дождя, который прошел в среду, он был обычный, не какой-то аномальный центр города поплыл. Это не про залитой водой центральная часть, она довольно быстро ушла и, как оказалось, по пути затопило дворы и не только. У дома номер 112 Г на улице Казанской потоп, который здесь не видели. Недавно здесь поставили новые бордюры, люди просили сразу же сделать ливневку, но им ответили, что в проекте не заложено. И вот последствия. Теперь вся вода стекает к домам и в гараж жильцов. Тут вот по пене видно, сколько было воды. Тут все стоит. Тут наложили кирпичей, потому что картина идет вот такая. Все бежит в этот гараж. Вот тут сколько воды. То вот это все будет возмещать. Там машина стоит, там электроинструмент. До того, как установить бордюры, такого не было. Жертвами ремонта стали жильцы дома номер 16 на улице Хлановской. После ремонта дороги Вересники. Вся вода стекает к их дому. Прохожие вынуждены идти по проезжей части или мокнуть. Новые тротуары после дождя. Отдельная тема. На улице Пятницкой грязные потоки дождевой воды хлынули во двор и подвал дома номер 11. Недавно здесь сделали тротуар от улицы Ленина до свободы. Видимо, ливневки не было в проекте и здесь. В остальных местах, там, где новые тротуары сделали ниже уровня газонов, грунт расплылся по всей округе. Ну что ж, это был первый дождь в летнем сезоне и первые последствия ремонтов. Еще в социальных сетях много пишут про состояние деревьев на центральных улицах. Весной их очень странно подстригли. Получились высокие обрубки. Выглядит некрасиво, но многие подумали, что так и надо. Ждали мая, чтобы свежая листва создала зеленую корону. Предполагали, что вот задумка именно в этом. Но красоты не получилось. Видимо, деревья на Октябрьском проспекте и на других улицах так и будут стоять очень высокими пнями. В отделе зеленого строительства керачанам ответили, что они не виноваты. Работы выполняли энергетики без разрешения. Теперь люди спрашивают, неужели центральные аллеи оставят в таком виде. Больше половины обследованных клещей очень заразный. Роспотребнадзор поделился последними данными по укусам клещей. За неделю к врачам обратились почти 1900 человек. Среди них есть лабораторно подтвержденные случаи боррелиоза и энцефалита. Данные исследований клещей, снятых с людей, свидетельствуют о высокой инфицированности возбудителем боррелиоза. Почти 55%, чуть больше одного процента – энцефалита. Кировчан сейчас просят быть крайне осторожными в лесах и на своих дачных участках. И не забывайте, что клещи могут попасть в дом с букетами и ветками, на шерсти животных, с сумками, одеждой и другими вещами. Часть Кирова в день 650-летия будет ограждена по периметру главных точек праздника. Установят барьеры. Сегодня в мэрии рассказали о мерах безопасности на время Большого юбилея. За порядком 12 июня будет следить полиция и кинологи. Чтобы войти на территорию праздника, кировчанам и гостям города придется пройти металлодетектор. С собой нельзя брать острые предметы, горючие жидкости и стеклянные бутылки. Особое внимание хотел бы обратить на воздушное пространство, то есть запуск квадрокоптеров, которые сейчас в легкой доступности можно приобрести на любых торговых площадках, он запрещен. То есть квадрокоптеры будут работать только от спецслужб. На всего, ну, огромное количество будет. С помощью квадрокоптеров полицейские будут следить за территорией, контролировать праздник. Подготовка на улице города начнется 10 июня. На Октябрьском проспекте уже начнут устанавливать в это время сцену. Ограничение на проспекте затянется на три дня до 13 июня. Ну а 3 июня паломники Великорецкого крестного хода отправятся в путь. Колонна пройдет по центральным улицам в сторону Старого моста. Движение машин на нескольких участках, как всегда, будет запрещено. Парковка и стоянка тоже. На месте будет работать эвакуатор. 3.06 с 9 часов 30 минут до окончания прохождения колонны будет прекращено движение транспорта по улицам Горбачева, Урицкого, Казанской, Герцена, Ленина, Профсоюзной, по мосту через реку Вятка, улица Слободской тракт, улица Проезжая до поворота на село Порошенко. Автобусы и троллейбусы также изменят свои маршруты. Им придется курсировать в объезд. За порядком 3 июня будет следить полиция. Паломники преодолеют путь в 150 километров пешком. В город они вернутся 8 июня. В этот день часть улиц города снова перекроют. В районе Нового моста на трассе будет организовано реверсивное движение. Полный список перекрытых улиц можно увидеть на сайте администрации. Лето начнется с концерта. В День защиты детей в Кирве пройдет более 20 ярких шоу. Праздничную афишу презентовала администрация. 1 июня на площадках Домов культуры районов пройдут музыкальные и танцевальные программы. Например, в полдень в парке Аполло состоится благотворительный концерт «Любимый город». Для юных кировчан подготовили спектакли, конкурсы и флешмобы. Большой праздник детства пройдет в Нижний Ивкино. Отдохнуть на природе приглашают семьи в первый день лета. Его организуют в летнем лагере нового поколения «Соултрейн» в поселке Шинник Оричевского района. Начало в 12 часов дня. В Сосновом Бару развернется фестиваль дворовых игр от движения первых и выставка ретро-автомобилей. В программе праздника запланированы творческие мастер-классы, квест и экскурсия по лагерю, концерт от коллективов города, подарки и блюда от шеф-повара. Вход свободный для желающих остаться на природе. 1 июня организаторы подготовили комфортабельные номера. Для этого нужно пройти регистрацию. Кировчане будут ездить на обновленных автобусах. Сегодня на улице города вышел транспорт с логотипом 650-летия. На лязы наклеили разноцветные баннеры. Они выполнены в стиле и палитре дымковской игрушки. Сейчас с логотипом праздника по городу курсирует больше 20 автобусов. В основном это маршруты номер 1, 23 и 5. На троллейбусах тоже появится символика. Корпусу прикрепят юбилейные флаги, а кондукторы наденут праздничную экипировку. Это были все самые важные новости четверга. До конца недели и весны остался один день, а потом вырываемся в лето и первые дни будут жаркими. В студии для вас работала Ксения Зиновьева. Обязательно увидимся с вами в городе. Всем пока!